полиомиелит это одно из самых тяжелых инфекционных заболеваний которые поражают людей любого возраста вирус проникает в организм через рот затем попадает в кровь и поражает нервную систему часто вызывая неизлечимый паралич наиболее тяжелое проявление заболевания связаны с поражением вирусом нейронов локализованных в сером веществе передних рогов спинного мозга он может стать причиной развития дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности из-за паралича межреберных и диафрагмальных мышц паралич дыхательных мышц нередко становится причиной летального исхода спасали пациентов только железные легкие это камеры созданные в 1920-х годах в которых работа парализованных дыхательных мышц совершает перемена давления воздуха в этих ящиках откуда торчали голова до ноги проводили остаток своих дней жертвы полиовируса два типа вакцины используются во всем мире для борьбы с полиомиелитом эта вакцина инактивированная и живая вакцина сейбина оба типа создают иммунитет полиомиелиту эффективно блокирует передачу от человека к человеку инактивированная вакцина была разработана в 1952 году Джоанасом Солком из Питцбургского университета и представлена миру в апреле 1955 года инактивированная вакцина Солка основана на полиовирусе выращенном в клеточной линии хела и химически инактивированным формалином к слову клетки хела называют бессмертными они способны делиться неограниченное число раз в отличие от обычных клеток и используются во множестве научных исследований в области биологии и фармакологии после инъекций трех доз более 99 процентов получивших вакцину вырабатывают иммунитет полиовирус В 1957 году Альберт Сейбин разработал еще одну живую полиомиелитную пероральную вакцину и не стал патентовать свои вакцинные штаммы а просто передал их всемирной организации здравоохранения тем самым отказываясь пользоваться возможностью заработать миллионы долларов благодаря этому даже самые бедные страны смогли производить вакцину и спасать миллионы детей во всем мире она была создана путем повторного прохождения вируса через нечеловеческие клетки при температурах ниже физиологических ослабленный полиовирус вакцине Сейбина очень эффективно реплицируется в пищеварительном тракте основном месте инфекции и репликации обычного полиовируса однако вакцинный штамм не способен реплицироваться в тканях нервной системы три дозы живой ослабленной вакцины производят защитные антитела ко всем трем сиротипам полиовируса у более чем 95 процентов рецепиентов однако с прививками от полиомиелита связана одна из самых страшных ошибок в истории вакцинирования в 1955 году американская фирма kate laboratories по ошибке выпустила более 100 тысяч доз препарата содержащих живой вирус полиомиелита 10 детей скончались и более 160 были парализованы на всю жизнь в 1988 году воз объявила о начале программы по искоренению полиомиелита во всем мире и к 2014 году свободными от болезни были объявлены европа сша и юго-восточная азия сейчас полиомиелит дает о себе знать только в беднейших странах как афганистане нигерии количество случаев исчисляется десятками в год вакцинация против полиомиелита состоит из трех прививок и проводится детям в возрасте 2 3 4 месяцев с использованием вакцины против полиомиелита ревакцинация проводится детям в возрасте 7 лет а пока на этом все смотрите наше предыдущее видео про вакцину от оспы и кпк вакцины всем пока